Для чего нужно венчаться? И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену. Книга Бытия, глава 2, стихи 18 и 22. Прежде всего ответим на более общий вопрос, может ли вообще быть счастливым невенчанный брак? Ответим, да, безусловно может. Ветхозаветные семьи создавались задолго до пришествия Спасителя, когда еще не существовал чин венчания, но до сих пор мы считаем многие из них образцом для подражания. И современный невенчанный брак может быть счастливым. Я могу привести пример горячей любви и верности между близкими мне людьми, моим дядюшкой, которого я никогда не знал, и его супругой. История их любви романтична. Мой дядюшка был студентом консерватории, столь блестящим и талантливым, что его отмечал даже такой знаменитый музыкант, как профессор Игуннов. Как-то раз, войдя в большой зал консерватории, он увидел девушку ослепительной красоты. Она была гречанкой, родители жили в Крыму. Она тоже училась в консерватории. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Через несколько месяцев после знакомства они поженились и стали великолепной парой талантливых людей, соединенных друг с другом глубоким и цельным чувством. Это было в 1938 году. У них родилась девочка, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Дядя к этому времени был уже аспирантом. И, имея ребенка, мог добиваться отсрочки или даже освобождения от призыва на фронт, но поступил иначе. Не собираясь связывать свою судьбу с армией, он идет учиться на офицерские курсы для того только, чтобы в случае его смерти семья получала офицерскую пенсию, которая была больше пенсии за погибшего рядового солдата. В 1942 году он был отправлен на фронт, который находился тогда сравнительно недалеко от Москвы. Его жена каким-то невероятным способом, наверное, благодаря лишь своей горячей любви и необыкновенной энергии добивается получения пропуска на передовую и едет к нему. Люди, которые встречаются ей на пути, в виде самоотверженной решимости бесстрашной этой замечательной женщины, помогают ей во всем. Преодолев все трудности и оказавшись, кажется, у самой цели, она узнает, что мужа в офицерской землянке нет. Он, конечно же, не знал о том, что приедет жена, ему и в голову не могло это прийти. И не столько по необходимости, сколько для того, чтобы чем-то занять себя, пошел проверять посты. Пока его разыскали, прошло еще несколько часов драгоценного времени. Наконец офицер вернулся. Супруги пробыли вместе совсем недолго. Пребывание на передовой с просроченным пропуском приравнивалось к шпионажу. К тому же надо было успеть на поезд. Дядюшка отправляется проводить любимую супругу. Вместе они доходят до станции, он помогает ей подняться в вагон. Она стоит в тамбуре, а он на подножке, держась за поручи. Поезд трогается и постепенно набирает ход. Они смотрят друг на друга и никак не могут расстаться. Он, конечно же, знает, что если уедет даже ненадолго, его сочтут дезертиром, он будет найден и поставлен к стенке. Но он все стоит на подножке, набирающем ход поезда, не может разжать рук. Наконец, собравшись силами, он на ходу спрыгивает с поезда. Это была их последняя встреча. Через некоторое время с фронта пришла похоронка. Прислали какие-то личные вещи. И все. Тетушка осталась одна с маленькой дочерью. Она была молода и очень красива. Была талантливой настолько незаурядной, что даже в трудный послеволенный период, когда ощущался заметный дефицит мужчин, несколько раз от весьма достойных людей получала предложение выйти замуж. Но она осталась верна своей любви, и после смерти мужа растила дочь одна. Его фотография стояла у нее на столе, но не всегда. Время от времени тетушка убирала ее, чтобы глаз не привыкал, и в душе не притупились чувства верности и любви, которая не смогла погасить даже смерть. Безусловно, можно привести много примеров счастливых, невенчанных браков. Любовь, как высшая добродетель, свойственна каждому человеку. Но вот что же такое любовь? Совершенное определение любви дано в Евангелии от Иоанна. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В истории любви моих родственников дядюшка положил свою душу на фронте, а тетушка отдала свою душу ему. Она сохранила верность мужу на всю жизнь. Брак может быть счастливым, если двоих людей соединяет любовь. Теперь постараемся ответить на вопрос, что такое гражданский брак. Этот разговор имеет смысл, так как в обществе повсеместно происходит подмена понятий. Гражданским браком называется брак, заключенный по законам данного государства. Супруги, заключившие брак, имеют соответствующий документ, удостоверяющий его законность. Однако на извращенном языке современного общества гражданским браком почему-то называется то, что называлось раньше незаконным блудным сожительством или другими словами развратом. Церковь с уважением относится к законному гражданскому браку. Супругам, состоящим в законном браке, не надо каяться в том, что они проживают в блуде. По закону они муж и жена, в них семья и нормальные узаконенные отношения. Мне на исповеди неоднократно приходится спрашивать супругские пары, не было ли блудного греха до брака. Многие отвечают, что когда были женихом и невестой вступили в недопустимые с точки зрения церкви отношения. К сожалению, сейчас мало осталось людей, сохранившихся в целомудрии до брака. Тогда я спрашиваю, теперь вы стали мужем и женой. Есть ли разница между теми отношениями, которые связывали вас до брака, и теми, которые установились после его заключения? И совершенно единодушные мужчины и женщины отвечают, что разница, безусловно, есть. До брака мужчина и женщина, вступившие в незаконное сожительство, – любовники. Они как бы без спроса берут то, чего им еще брать не положено, сами у себя похищая свое будущее счастье. Повторим, что церковь с уважением относится к браку, заключенному по закону данного государства, и все же брак венчаный ставит на более высокую ступень. Через таинство венчания супруги получают благословение церкви, Божие благословение на создание семьи. Не простой семьи, соединенной узами, пусть и очень горячей, но все же человеческой любви, а семьи христианской. Они получают особый дар на строительство семьи духовной, в которой отношение мужа и жены апостол Павел уподобляет отношениям Христа и церкви. Через таинство венчания, такое, казалось бы, простое и обычное человеческое устроение, как семья, становится малой церковью. Принципиально важно, что у христианских супругов имеется высокая общая цель – совместное шествие в Царствие Небесное и содействие друг другу на этом трудном пути. Важность этого обстоятельств выразил французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Любовь – это когда двое смотрят не друг на друга, а когда они смотрят вместе в одном направлении. Христианская семья – это школа любви. В семье мы учимся любить по-христиански прежде всего самых близких нам людей – супругу или супруга, детей, родителей, друзей своей семьи. Учимся уступать, быть чуткими, заботиться друг о друге, чувствовать душевное состояние другого человека, разделять с ним печаль и радость. Любовь – да будет непритворна. Отвращайтесь зла, привляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 9-10 стих. В наше время все реже говорят о браке, а если и касаются этой темы, то часто ограничивают ее только любовью между мужем и женой. Такая любовь может действительно быть благословением и даром Божиим, но первейшей целью брака является воспитание детей христиан, новых сыновей и дочерей Божиих. К этой священной задаче необходимо относиться самым серьезным образом с момента зарождения семьи. И даже еще до совершения помолвки будущим супругам надо вместе обсудить ее. Молодые муж и жена не должны забывать о том, что они получили благословение стать соработниками Божиими в создании новой личности, предназначенной жить вечно. Им должно сходиться вместе со страхом Божиим, молясь о Божьем благословении, чтобы произошло зачатие духовное, а не только физическое. В наше время можно услышать столько банального, грубого и богохульного о супружеских отношениях. Христианам необходимо помнить, что они соучаствуют в творческом акте вместе с Господом. Именно такие отношения должны быть естественной нормой, а воспитываются, формируются они в первую очередь в семье. Хочется подчеркнуть, что христианство – это не теория, не одна из возможных или дополняющих друг друга равноценных религий. Нет, истина одна и правда одна, и христианство – это столб и утверждение истины. Послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 15 стих. И раскрывает оно правду в жизни. Когда пренебрегают правдой, тогда искажается и жизнь. Как хорошо было бы, если бы мы были всегда братулюбивы друг к другу с нежностью, и каким одиноким и бездомным чувствует себя человек, когда этого нет. Святитель Феофан Затворник, говоря о браке, отмечал, что супружество имеет много утешений, но и сопровождается многими тревогами и скорбями, иногда очень глубокими. Имейте это в мысли, чтобы, когда придет что подобное, встречать это не как неожиданность. Теперь вы вдвоем, и радости сильнее, а скорби легче пополам делятся. Помоги вам, Господи, ничем не делиться, а иметь все общее. И сердце одно, и путь один. Христианский брак поднимает планку человеческих отношений на бесконечную высоту. Каждому человеку дана возможность спастись. Сам Господь призывает людей к совершенству, и семья – это Богом установленный путь к нему. Часто путь монашества противопоставляют пути семейному. Это неправильно. Супружество и монашество – два равноценных и дополняющих друг друга пути в Царствие Небесное. Некоторые родители христиане отрицательно относятся к намерению детей принять монашество. Услышав такое желание от маленького ребенка, нельзя отбросить его, как детский каприз, не погрешив против призывающего Бога. С другой стороны, не надо относиться к детским пожеланиям, как к чему-то непреложному. Необходимо ждать личного зрелого решения. Святитель Иоанн Златоуст пишет. «Не говорю вам отвращать вашего сына от женитьбы, посылать его в пустыню, готовить к монашеской жизни. Всей жизни я пламенно желал бы всем, но поскольку некоторые считают ее обременительной, я не могу навязывать ее. Говорю же иначе. Воспитай воина Христова и научи его, и, живя в миру, хранить страх Божий с юности». И если семью можно сравнить с регулярной армией, то монашество – это передовой отряд. Без регулярной армии не нужен был бы передовой отряд, а передовой отряд нужен, чтобы вести за собой регулярную армию. В мире все гармонично устроено Творцом. По слову святого Иоанна Лествичника, свет миру монахи, свет монахам – ангелы. Однако и миряне могут быть светом монахам. Это можно проиллюстрировать очень показательным эпизодом из жития святого Макария Египетского, прозванного Великим. Макарий Великий был одним из первых монахов, который подвязался в египетской пустыне и достиг вершин святости. Теперь процитируем его житие. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос, который говорил, «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства добродетельной жизни, как две женщины, проживающие в ближайшем городе». Получив такое откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. Найдя там дом, где жили означенные женщины, Макарий постучался в дверь. Точно одна из тех женщин вышла на стук, увидев преподобного с великой радостью, приняла его в дом свой. Призвав обеих женщин, преподобный сказал им, «Ради вас я принял такой великий подвиг, придя из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, о которых прошу вас рассказать мне, ничего не скрывая». «Поверь нам, честные отчи», – отвечали женщины, – «что мы еще в прошлую ночь разделяли ложи со своими мужьями, какие же добродетели ты желаешь найти в нас». Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда убежденные им женщины сказали, «Мы не были родственницами между собой прежде, но потом мы вышли замуж за двух родных братьев. И вот уже 15 лет мы живем все вместе в одном доме. Во все время совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова, и никогда не ссорились между собою. Но до стоящего времени прожили в мире и согласии между собою, и недавно не на мысли решили оставить своих плотских супругов и удалиться в сон святых дев, служащих Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, чтобы они отпустили нас, хотя с большой настойчивостью и многими слезами молили их об этом. Не получив желаемого разрешения, мы заключили завет с Богом между собою не произносить ни одного мирского слова до самой смерти нашей». Выслушав их рассказ, преподобный Макарий сказал, «Поистине Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело, и добровольному произволению всякого человека, посылает благодать Святаго Духа, действующего в человеке и управляющей жизнью каждого, желающего спастись». И в самом деле, как часто становятся взрывоопасными отношения двух хозяек в одной плиты, даже тогда, когда эти отношения соединяют близких людей. Часто даже родственникам трудно сохранить мир в семье. Любовь – это добрый навык. Это стремление и готовность жертвовать собой и своими интересами ради других. И семья оказывается естественной школой этой самой трудной и самой высокой науки. Можно привести примеры как древних, так и современных семей, в которых вырастали святые люди. Глубокое благочестие родителей обычно имело следствием высокие духовные достоинства детей. Таковы были, например, семья семи мучеников Маковейских, семья мученицы Фелицитаты, память ее 25 января, все семь сыновей, которые умерли за Христа. Семья родителей Василия Великого, давшей из десяти детей трех святителей – Василия Великого, Григория Низского и Петра Севастийского, и их сестру, преподобную Макрину. Читая житийную литературу, можно увидеть, как на судьбу человека, которого церковь прославила в лике святых, повлиял пример праведника, который он когда-то видел. Святой Нектарий всегда помнил любовь своей бабушки и как она стояла на молитве перед иконами. Здоровая семья – это здоровое общество. Если бы вокруг нас было больше добрых и нравственных людей, то гораздо легче было бы воспитывать добрыми и нравственными наших детей.